здравствуйте дорогие любители орхидеи сегодня у меня такое видео посвящено вот этой прекрасной орхидеи с хорошей корней ой посмотрите как я купила смотрите сколько было корней и резко у нее начали желтеть и отпадать листочки эти новые орхидеи пока адаптируются к домашней среде они настолько нежные за ними надо правильно ухаживать посмотрите желтеет лист в середине из-за этого и почернели корешочки резко были зелененькие и резко почернели вот некоторое количество зеленых осталось и надо ее срочно вынуть из горшка потому что если оставить в таком состоянии но вот болтаться на чего в горшочке она пропадет полностью сначала этот листик отпадет вот как этот затем этот это и так дальше попасть пропадет для этого нужно мне освободить ее из горшочек она была такая мощная листья вот тургор не теряют совершенно огромные листья с мощной корневой системы это белый бихлипчик и посмотрите что с ним произошло это снимаю кусочек поверну камеру резко корни начали пропадать и сухие ломенчик отошел зеленых вообще нет это считается что уже никакие корни торфяной горшочек конечно присутствует его нужно убрать эту кору я выброшу так как неизвестно может она чем-то заражена это носик с ним крепление для цветонос она была очень большая наш переваливалась на бок эти она такая тяжелая была эти листья этот цветонос белоснежный огромный красивый крепление какие-то крепкие и что с ней произошло вчера позавчера я смотрела все было нормально не знаю за какое время как же я так не посмотрела такое произошло боже мой боже мой такая орхидейка посмотрите что творится какой-то влажноватое слегка влажная влажная ну смотрите корневая шейка из-за этого торфяного стаканчика вот вся повредилась сначала серединка вот пошла гниль прямо на центр на ствол пошла 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 и начали повреждаться листочки я срочно надо все зачистить и это будет у нас уже не орхидейка которая должна была ждать нового цветения а реанимашка и что делать жалко ну что делается была куплена орхидейка на новый год сколько чтоб прошло даже три месяца месяц она подцвела потом резко засохли бутоны потом начал сохнуть цветонос я его не обрезал он сам начал сохнуть а затем резко потемнели корню вот такое случилось неприятно с моей орхидеи белоснежным бихлипом его очень сильно хотела он у меня появился в доме пострите все пустое этот корешочек еще хорош сейчас я все обрезаю и будем и и с наращивать корни я беру спончик спончик мирами steam и надо протереть инструмент хоть она и плохом состоянии но все равно дезинфекция прежде всего намочить ватный тампончик и протру лезвие инструмента за секатором я не пойду мне пока нужно просто ухаживала за клубникой за малиной вынесла секатор на улицу поэтому не хочу это мне тоже подойдет сейчас я обрежу все нужные корешочки бедная орхидеи к этом она передавилась я сразу видела что что-то с ней не то но из-за цвета я ее все равно купила я мне просто влюбилась чем продавцы игра нам ничего под цветет ну конечно на все новые ветки пусть и как они умеют говорить вот это все а эти аж сухие хрустят что с ним будет ничего не будет я их ухаживала как обычно за орхидеями умею ухаживать а это видите как себя повела орхидейка резко пришла в негодность но они были такие зеленые корни аж такие прозрачные прилипали к горшку может это и был признак того что она уже скоро зачахнет посмотрела на это все сразу цветочек о цветочек мне надо такой хочу и все вот черно шейка пошла из-за этой черноты вот это желтизна на листочках и проявляется покажу вам цветоносы я срежу они внутри аж пустые не зелененькие ничего желтизна старый это тоже срежу этот листочек вот скоро отвалится вот он уже на глазах эти вы сниму и что уже его держать тут шейка вся черная пошла придется ее отрезать тут даже зачистить негде смотрите с этой стороны чернота и с этой стороны чернота и по кругу пошла дни ее просто нужно вот так срезать вот так смотрите что еще сделал и все и попытаемся наращивать корни вот с этих мест они еще толстенькие вот это все надо зачистить черно и обрабатывать бедная орхидей как я ее хотела это прям работа хирурга даже не цветника посмотрите сколько черных точек это еще все зачистить надо чтобы вообще никакой черноты не было ничего попробуем спасти были хуже случаи у меня был случай что я с одного листочка спасала и у меня получилось а с двух это тем более тем более тем более мощные крепкие листочки даже нигде ничего она не успела потерять торгер сейчас я беру перекись трех процентов и мне надо вот это все залить перекись и просто залью вот так мне тут поднос на стол не течет пускай она пропитать вот как шипец и покажу что буду делать дальше часа уберу это все мусор нам уже не нужен и будем спасать эту орхидейку никогда не думала что это орхидея может у меня стать реанимашкой того чтобы вы видели ее при покупке как она красавица буквально за три месяца все изменилось в худшую сторону ничего бывает вот это вот это тоже болезнь это грибок грибковое заболевание но если открыть эту спору она разойдется по всем орхидейкам разлетится грибок на другие орхидейки это же все начнет глинить так пока она у меня подсыхает шипит еще я ее помещаю вверх ногами в горшочек и расскажу вам про другую орхидейку вот эту орхидейку тоже реанимашку я купила ее намеренно я видела что она будет плохом состоянии но мне надо было экземплярчик который вообще плохой испытательный опыт и сделать смотрите она полностью без точки роста тут был листочек он начал мокнуть я вставила салфеточку так серединку и она впитала все и мак ну не лето прекратилось но он видно что листочек гнилой есть дальше но здесь нет не гниет корневая шейка здесь легче будет корневой нарастить но посмотрим здесь лучше из нее . роста в общем этот этот вариант очень интересно очень интересно показать вам как я наращиваю корни полностью с нуля смотрите это можно считать что это с нуля потому что ну это не корень это не корень можно обрезать ну пусть будет но хоть держаться вот немножко вот этот маленький но это он не закуклившиеся он может пропасть нигде никакие почечки не набрякли но будем ждать результатов как я за ней ухаживаю мне такой высокий стаканчик с водой я один день помещаю его так корешками вниз чтобы этот вот этот корешочек чуть-чуть дотронулся до воды допустим на сутки я ее ставлю в таком состоянии она у меня стоит затем достаю ее на следующий день протираю это все вот видите намок корешочек протираю беру ее вверх ногами так как лист полностью полностью видите мягкий вот вялый весь как гусиные лапки и опускаю листочками вниз затем она сутки у меня стоит в таком состоянии дальше что с ней будет происходить я вам буду показывать пока вы видели в каком она состоянии мы с вами будем вместе наращивать корни у этих двух орхидеек и про эту орхидейку расскажу позже так как она все время вот видите шипит и не перестает я еще буду подливать перекись пока она не перестанет шипеть как только перестанет шипение я сниму вам другое видео продолжение и мы посмотрим что с ней произойдет дальше можно сказать искуплены здоровой орхидейки резко получилась реанимашка молодого листочка нет не растет корни пропали шейка загнила видите какие цветочки нам поставляют в магазин а те орхидеи которые у меня домашнем цветение долго растут три года четыре пять те уже конечно хорошо себя чувствует сейчас я вам эти я убираю пускай стоят это точно ничего сегодня делать не будет вот этот рез срез должен подсохнуть хотя бы перекись перестала шипеть вот какая прелесть леодора ничего с ней нету это было у меня тоже до этого реанимашка загнила точка роста и я ее спасала вниз видео у меня получилось я спасла все вот ведь она еще здесь пускает бутончики красиво пахнет нас и квартир . роста была гнилая и она пустила детку и эту детку я пересадила и посмотрите как цветет красиво это детка я очень за нее рада тоже вот начал корешочки лишние сушево ну так как они долго не живут 6 8 месяцев ну вот а потом она пускает новые корешочки но не все сразу чтобы они пропали как в той орхидейки и вот это у меня орхидеечка у тоже это первое и цветение она два года не цвела только росла росла но листочки у нее малюсенькие отростков давала мало вот два листика за два года вот один листик это колода она очень красивая вот видите она плотная восковая очень красивая фидеек и тоже меня радует и корневой корневая у меня хорошая нарастает и стволик шикарный ну что очень в общем одним словом сказать домашняя орхидейка есть домашняя орхидейка а с купленной нужно немножко повозиться иногда повезет и она будет просто цвести ничего и не нужно делать а иногда видите как происходит я купил эту белую очень здоровую без уценки я обычно уцененные орхидейки покупаю а это решила без уценки купить думаю пусть 1 цветет красивенько не буду ее лечить не буду спасать ничего она видите как получилось ничего бывает спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной на моем канале следующее видео будет продолжение реанимации вот этой орхидейки которая резко потеряла всю корневую и ствол начал гнить и наращивание корней как обычно с нуля на этой орхидейки на этой двери не машки у меня в таком сильнейшем шикарном состоянии как можно сказать для хирурга как хирурги говорят у вас шикарное состояние вы мой пациент спасибо вам большое за внимание оставайтесь на моем канале подписывайтесь не забывайте слать ставить лайки пишите комментарии задавайте вопросы до свидания а и